Я не знаю, как он растет. Вот так вот, вот так он растет. Вот, вот так. Всем привет! Это Гоша Грипс и проект Первая Варка. Перед нами встал сложный вопрос. Необходимо закупить кое-какое оборудование. Первая сложность, которая возникла у нас, это надо найти кастрюлю довольно-таки большого размера. Более того, требование такое, чтобы она была либо эмалированная, либо нержавеющая. Лучше нержавеющая. Я покопался в потаенных уголках своего сознания и вспомнил, что у меня, кажется, были подходящие кастрюли. И сейчас мы с моим помощником Александром это проверим. Александр, позвольте, я вас представлю. Итак, Александр, поздоровайтесь. Здравствуйте! Так, ну мы поехали. Итак, мы забрались в очень странное место. Здесь мы храним некоторые овощи и фрукты, заготовленные на зиму. И, о чудо! Можешь, Саша, показать вот эту вот кастрюльку? Нет, темно слишком. Слишком темно, да? С бесстрашным Александром мы спустились в самые закрома нашего дома. И нашли здесь замечательные две кастрюли. Это не заготовка. Вы видите, что у них долгое время хранятся какие-то банки. Но, судя по всему, они нам все-таки подойдут, потому что кастрюля, очевидно, очень красивая. Очень красивая. Это очень важное свойство. Но, помимо этого, она еще сделана из нержавейки. Так, теперь нам необходимо узнать объем. Какой же объем составляют данные кастрюльки? Не холодно. Холодно? Да. Сейчас вылезем. Это меня потом будут обвинять в том, что я сына холодом истязаю. Мы нашли две кастрюли диаметром 40 сантиметров и высотой 50. Давайте прикинем, хватит ли нам этих кастрюль. Нам необходимо 30 литров жидкости варить. Вспоминаем школьный курс геометрии. 40 умножаем на 3,14. Грубо получаем больше 120 квадратных сантиметров. 120 квадратных сантиметров мы умножаем на 50. В общем, по моим прикидкам, там получается каждая кастрюля объемом 60 литров. Все верно? Так, результат сравниваем с тем, который нам необходим. В общем, с запасом, с большим кастрюлю подходит. Это был проект Первая Варка. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Ставьте лайки. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Дальше будет интереснее. Мы узнаем, где найти все остальное. И пейте вкусно и в меру. Субтитры создавал DimaTorzok